Один реальный взрыв и три килограмма тротила, найденные в Ильичевске. В 2015 году в Одессе продолжают происходить теракты. Последний произошел в Одессе в бизнес-центре на Краснова. К счастью, никто не пострадал. Участились и случаи, когда правоохранители заблаговременно обнаруживают взрывчатку и предотвращают возможные взрывы. Кто помогает искать взрывные устройства и как это происходит, знает наш корреспондент. Момент взрыва на Краснова зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Эпицентр находился возле входа в один из офисов бизнес-центра на углу Адмиральского проспекта и Краснова. К счастью, обошлось без жертв. На видео есть и сам момент закладки неизвестным взрывного устройства. Оно сработало в 0 часов 40 минут. Идентифицировать неизвестного подрывника будет трудно. Он в плаще и с зонтом. Охранник тут сильно не виноват в этом, потому что, я же говорю еще раз, что человек прошел, он увидел, что вот здесь человек прошел. А по этой камере он не заметил, потому что отвлекся. Там доли секунды буквально. Человек подложил, прошел и взрыв. То есть пока он в журнал записывал, второй человек на опор пошел, разошел взрыв. Часть фасада осталась без стекол. Внутри взрывная волна разнесла все. За искореженной дверью находится приемная общественного объединения «Самопомощь». Руководитель нашей юридической приемной говорил, что приходил один подозрительный человек. Как ему показалось, он опять же вспоминает, что это все оценочное суждение, который пытался записаться на курсы. После взрыва в Одессе уже группа центрального аппарата СБУ, в которую вошли первый заместитель главы службы безопасности и руководитель антитеррористического центра. Материалы для рассчитывания переданы по управлению службы безопасности. За попереднюю информацию, что касается выбухового пристроя, то выбухотехники сказали, что использовался безобалонный выбуховый пристрей, потужность, которого более полки килограмма противовала. В этот же день СБУ задерживает подозреваемых в совершении теракта на Краснова. В Ильичевске на Героев Сталинграда 16. Там силовики в течение нескольких часов находились у магазина автозапчастей. Очевидцы сообщают журналистам о человеке в наручниках. В наручниках на корзинах стоял. Пока ничего не скажут. Ну, примерно. Говорят, что здесь что-то заминировали. Понятие, учение. По сообщению СБУ, у двух задержанных нашли 3 килограмма тротила. Все это они планировали использовать для следующего теракта. Искать любую взрывчатку помогает кинологическая служба. Лабрадора Варяга на работе все называют Васей. Он только вернулся с очередного вызова. Что там нашел и куда ездил, пес нам не расскажет. Служебная тайна. Люди тоже не слишком любят делиться деталями. В принципе, успехов много. Количеством мы не будем хвастаться. Есть определенные моменты, о которых мы говорить, к сожалению, не можем. 5 марта Вася работал. Стал известным на всю Украину. Тогда он унюхал взрывчатку на Малой Арнаутской. В сумке было 4 взрывных устройства. У собаки очень развитое обоняние. Собаке достаточно одной-двух молекул и вещества. Для того, чтобы сделать вывод, проанализировать, есть ли искомое вещество, либо нет. В связи с частыми сообщениями о заминированиях и реальными взрывами, у Одесского кинологического центра МВД работы заметно прибавилось. Дежурные группы готовы выехать в любое время дня и ночи. Он навсегда готов. Это человеку тоже надо собраться. Момент поступил, вызов. Все, дежурный дает команду и уехали. И если на кинологе бронежилет, то собака не защищена никак. Она всегда идет впереди и в случае чего основной удар берет на себя. В кинологическом центре, кстати, работают преимущественно женщины. Со щенка мы приветствуем, когда кинологи забирают щенков и молодых собак себе домой. Идет социализация, общественный транспорт. То есть полный социум. В каких условиях живем мы, в таких условиях и должна работать собака. Начальник кинологического центра знакомит с блатхаундом по имени Курт. Это почти как Эркюль Пуаро в собачьих кругах. Он не ищет взрывчатку. Это следовой пес. С его помощью раскрывают многие преступления. Кражи, убийства, изнасилования. Очень много растло преступлений. Очень много детей нашел. Мы очень крутой пес. Он еще работает? Да, он молодой. Сейчас в Одесском центре около семи десятков собак. Лабрадоры, овчарки немецкие и малинуа. Ротвейлеры, блатхаунды, испаниели. Они уже готовы вынюхивать следующих преступников. Анастасия Симонова, Алексей Сорокин, 7 канал.